Всем привет! Меня зовут Анаида и вы смотрите мой видеоблог о фигурном катании. И сегодня я расскажу вам, что такого интересного произошло в мире фигурного катания за прошедшую неделю. Но начну я, пожалуй, с того, что анонсирую... Анонс! Извините за тавтологию, но где-то в середине следующей недели вы можете ожидать видео, которое будет посвящено предстоящему первому этапу Гран-при Skate America. В этом видео я расскажу вам о самых ярких участниках этапа, о том, чего стоит от них ожидать, Возможно, сделаю какие-то прогнозы и мы проверим, сбудутся они или нет. А теперь поехали! Прошедшая неделя была полна ярких новостей, как на соревнованиях, так и в околофигурной среде. С последнего, пожалуй, и начнем. Они сделали это! Японцы наконец-то нарисовали аниме на тему фигурного катания. Юрий на льду или Юрий? Юрий, Юрий, Юрий. В общем, есть там и Юрий, и Юрий. Итак, сериалы о фигурном катании в Японии. Ну, конечно же, там есть Юлия Липницкая, только она парень. Неожиданно. Создательница сериала Куба Митсуи? Я не знаю, как правильно это произнести. В общем, она пояснила. Когда я увидела Юрию Липницкую первый раз, я подумала, было бы здорово, если бы она была парнем. Я не знаю, что творится в голове у этой японки. Тем не менее, поприветствуйте Юрий Плесецкий. Надо сказать, гардеробчик они тоже у Юли позаимствовали. Интересно, как эта идея самой спортсменки? Тем не менее, это далеко не единственная странность этого сериала. Кто видел финал первой серии и вторую серию поймет. На самом деле, я не рекомендовала бы его детям до 16. И да, я осознаю, что теперь все дети до 16 пойдут его смотреть. Хорошо, что у меня пока не такая большая аудитория. В общем, не будем делать полноценный обзор в этом новостном выпуске. Сериал называется Юрий на льду. И если вы любите аниме и фигурного катания, то он просто обязателен вам к просмотру. Ну и все остальные новости у нас сегодня посвящены, не поверите, российским танцам на льду. Да-да, именно они стали главными законодателями новостей на прошедшей неделе. Хотя нет, мы копнем чуть глубже, а точнее чуть дальше. В общем, в прошлое. Туда, где Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев обыграли Чок и Бейтс. Случилось это в Братиславе на бэшке мемориала Андрея Непелли. В свое время я не упомянула об этом. И зря, так как эта победа явилась первой ласточкой неплохого продвижения российских танцев в этом сезоне. Мэдисон Чок и Эван Бейтс являются лидерами мировых танцев на льду. В этом сезоне у них блестящие постановки. И тот факт, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев обыграли их, дает нам надежду на то, что наша первая пара очень и очень конкурентно способна на мировом уровне. Однако вернемся к прошедшей неделе, на которой буквально сенсацию произвела наша молодая, подающая надежды и вечно претендующая на что-то пара Александра Степанова и Иван Бугин. Почему я сказала претендующая на что-то? Потому что они все время претендуют на то, что они свежая, модерновая, молодая пара, у которой много уникальных фирменных элементов, и которые могут и должны быть в авангарде российских танцев на льду. Претензия претензии, но, к сожалению, не всегда у них получается подтвердить свой статус. Так было до того, как мы увидели их на Финляндии Трофи. Две их яркие постановки, 20 зажигательных и страстных танцев, вызвали всеобщий ажиотаж. Все о них говорят и все спорят, да или нет. И если на коротком танце более или менее мнения сходятся, дерзкая и зажигательная постановка понравилась многим, то произвольный танец под музыку танго вызвал противоречивые мнения. Где же танго, спросите вы? Ни одного аутентичного шага, никакой интерпретации на льду, только музыка и красное платье. Так-то оно так, претензии справедливы. Но лично мне понравился этот танец. Я бы сказала, это история про танго, рассказанная в стиле танго, с сохранением его духа. Напишите мне в комментариях, какую вы принимаете сторону в этом споре. Ну а я перехожу к танго. Нет, это не тавтология. Просто у другой нашей пары, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, тоже танго и тоже в произвольном танце. Ну и здесь любители этого страстного танца могут радоваться вовсю. В исполнении этих прекрасных фигуристов вы увидите множество интерпретаций аутентичных шагов на льду. По мне так можно только порадоваться. Много танго на льду и все они разные. Что-то я запуталась в шагах и совсем забыла, что я не просто так упомянула Вику и Никиту. На втором этапе Кубка России они взяли первое место. Что-то такого примечательного, ведь это не очень престижный турнир, а примечательно то, что это их первая победа с тех пор, как они встали в пару. Поздравляю от всей души. И конечно же желаю, чтобы она была лишь первой в череде многих. Ну что ж, заканчиваем с этим танцевальным блоком. И теперь рубрика «На чужом катке». Что такого знаменательного за прошедшую неделю произошло у фигуристов, не представляющих Россию. Двукратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гиом Сизерон представили свои новые программы. Прочла я один комментарий к их произвольной программе на ютубе, и он настолько точен, что хочется присвоить его себе. Третий год катают одно и то же, но я посмотрела это видео 15 раз. Добавить от себя могу только одно. Когда я смотрю их танцы и всех остальных, я вижу одно принципиальное различие. Обычно пары катают свой танец для судьи, для зрителей и работают на них. Что же касается Габриэла и Гиома, тут я вижу, как они танцуют только друг на друга. Не могу вспомнить ни одного созывного взгляда ни к судьям, ни к зрителям, только в глаза друг друга. Пусть это прозвучит как угодно банально, но когда они на льду, происходит магия. Воздух между ними как будто густеет, а лед будто бы вращается в масло. На такой ноте придется завершить сегодняшний выпуск новостей. Только наши танцы подняли голову, как двукратные чемпионы мира тут же показали, что не собираются сдавать позиции. Ну а как иначе? Ведь это спорт, так что пусть победит сильнейший. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и на инстаграм-канал. Будьте в курсе всех новостей, любите фигурное катание. Пока-пока!